Стать свидетелями китайской церемонии бракосочетания горожане смогли во время необычного свадебного фестиваля. В июле он впервые прошел в нашем городе. Участвовали в нем и русские пары, и китайские. Последние, дабы поближе познакомить амурчан со своей культурой, привезли в Благовещенск традиционные свадебные наряды, мало похожие на те, что привыкли видеть на молодоженах мы. У нас европейская мода уже очень сильно распространилась. На церемонии обычно невеста в белом платье, а жених в строгом костюме. Все так же, как и у вас. Но вот когда официальная часть заканчивается, начинается семейный праздник, тогда жених и невеста переодеваются в традиционную китайскую одежду. Вот в такую, какая сейчас одета на нас. Нам в ней очень нравится. Международных фестивалей в Благовещенске в минувшем году было несколько. К примеру, на стыке трех культур не первый год собирает множество зрителей и дает возможность гостям прикоснуться к российской истории и культуре. А самую маленькую ее частицу теперь можно купить себе на память. В год культуры амурские мастера и мастерицы получили свой дом – дом ремесел. Его открытия рукодельники с нетерпением ждали много лет. Теперь у них есть возможность не только показать свои работы, а еще и поделиться тонкостями ремесел. Когда мастер показывает мастер-класс многим желающим, это как раз-таки основа преподавания. Поэтому, посмотрев мастер-класс, посмотрев весь процесс изготовления одного изделия, может каждый вдохновиться, захотеть попробовать, приобщиться к декоративно-прикладному искусству. В год культуры в столице Преамурья появился и новый памятник. Его торжественно открыли в день рождения города. Памятный монумент основателям Благовещенска привезли с Каслинского завода художественного литья. Доставка, отливка и обустройство мемориального комплекса в целом обошлись в 8 миллионов рублей. Но запечатленные в чугуне предки – это не просто предмет гордости всех амурчан. Теперь это еще и красивейшее и исторически достоверное место. Было несправедливо, когда основатели города, люди, которые заплатили за это своими жизнями, они не были уковечены лежащим образом. Теперь мы можем сказать, что город и казаки Амурского окружного казачьего общества им воздали. У нас есть законные основания для гордости. У нас, у нашего города, у нашей области. Продолжение следует...